МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша рубрика «Парад талантов» пополняется. Сегодня есть прекрасный повод рассказать о том, как дружное семейство отправляется на тихую охоту. Ну, грибы идет собирать. Живет в Пермском районе дружное семейство. У Галины с мужем не один, не два, а сразу четыре питомца. И всех их приютили. Овчарка Джемма со множеством медалей, замечательная няня для детей, оказалась в приюте, как только у нее обнаружили опухоль на лапе. Нужна была дорогостоящая операция, и собака оказалась никому не нужной. Она и сейчас только увидит, где ребенка, прям вот бежит, трясется, и ей надо играть. Ну, не дает тарелку, вот. Все в рот запихается. Старенькая Дина тоже в свое время была подобрана на улице, когда уже потеряла всякую надежду на помощь людей. С подобной же судьбой есть еще американская Акита Альфа и кошка Клепа. Когда все семейство отправляется в лес, все вокруг удивляются. А за грибами-то ходим все вместе-то. Да, ходим, и Клепа с нами тоже. Вот идет, идет, если трава высокая, не видно нас. Она забирается куда-нибудь на дерево. И орать начинает. Орет. Клепа – это кошка. Клепа – это кошка. Ну, вот мы обходим. Альфу не берем, мы с собой за грибами тоже. Вот, Джема, Дина и Клепа. И я. Джема, вон, она найдет, если ей это... Останавливается, садится там. Умная, значит. Ну, это вообще умница, девочки. Пчела, оказывается, расходует мед, пока несет его. Ведь для получения одного килограмма меда пчела должна облететь, представьте, до четырех миллионов цветков. И чем дольше труженица летит за ним, тем меньше приносит вулей. На три километра полета уходит 70% нектара. Он просто сгорает в организме пчелы, компенсируя потраченные ресурсы. Вот почему принято ставить улья как можно ближе к медоносам. Глаза ящериц снабжены оранжевыми очками. Все дело в сетчатке, в которой очень много капель жира, окрашенных в оранжевый цвет. Это значит, что ящерицы ведят мир не так, как мы, причем не только ящерицы. Многим птицам кажется зеленым то, что мы воспринимаем в красном цвете. Оказывается, есть самый простой способ отлечить зверя-вегетарианца от хищника. У хищников глаза расположены на передней части морды, близко друг к другу, чтобы видеть жертву. У вегетарианцев по обе стороны головы. Так они лучше видят врагов. Хамелеоны могут выбрасывать свой язык на расстояние, равное половине длины туловища. Кроме того, его глаза способны вращаться независимо друг от друга. Поэтому хамелеон может смотреть одновременно во все стороны, при этом не двигая головой. Согласитесь, талантов много не бывает. Бывает, что мы о них не знаем, порой даже не подозреваем. Как люди, так и звери. Смотрите нас в Гавстори. Это про любовь. Самую верную и бескорыстную. Редактор субтитров А.Семкин